Я сейчас представлюсь, но вы будете готовы к тому, что вы будете активными участниками, и, соответственно, мне нужно хорошо представлять, кто в аудитории. Я хирург-онколог, более того, активно практикующий и, в общем-то, зарабатывающий деньги медициной. Наша практика выполняет такого уровня хирургического вмешательства, которого, наверное, центров 25 способны в мире. То есть я занимаюсь самой-самой практической медициной. И одновременно я возглавляю научную группу, которая публикует исследования, ведет научную работу и преподает. И, то есть, я считаю, что все три активности, о которых я только что рассказал, имеют прямое отношение к тому, что я прежде всего врач и прежде всего хирург. И без знаний эпидемиологии и статистики, и вообще зачем бы все здесь собрались, я думаю, что мне бы никогда не получилось функционировать как врач на таком уровне. И про это мы, в общем, сейчас поговорим. Я так понимаю, вы за этим собрались, да? Вот на это, да. Так. Можно узнать, кто из вас доктора? Отлично, отлично. Теперь у меня прямой вопрос. Как вы считаете, зачем эпидемиология хирургу? Ну, в первую очередь, если мы будем касаться… Вам зачем она? Мне она зачем? Для научной деятельности, для осознавания, насколько актуальна эта проблема и насколько, скажем так, у нас будет работа и так далее. Ну, как он, как хирург. Отлично. То есть будет ли у меня работа на ближайшие 10 лет? Ну, в общем, достаточно… Что-что? Или нормально, отлично. У вас, пожалуйста. Зачем мне нужна эпидемиология? Наверное, это все-таки опыт, и глядя на данные, можно узнать опыт других участников и также поделиться своим. Наверное, для этого. То есть исследования – это результаты деятельности других исследователей, поэтому это как обмен опытом. Понятно. То есть, хорошо, я перефразирую это. На самом деле, медицина, онкология прежде всего – это экспериментальная наука, это экспериментальная вещь. Каждый день, когда мы смотрим пациентов или оперируем на них, это эксперимент на самом деле. И, к сожалению, не все доктора об этом понимают, не все пациенты об этом знают, подозревают, но это эксперимент. И вот такой анекдот, самый любимый анекдот моей супруги, который физик по образованию, заключается в следующем. Как измерить объем красного резинового шарика? Вы знаете? Нет? Нет? Значит, подход физика. Как вы думаете, физики как измерит красный резиновый шарик? Опустит воду. Как математики измерят объем красного резинового шарика? Так, отлично. И как инженеры измерят объем красного… Что-что? Подделительная часть. Еще как? Ближе. Они посмотрят ГОСТ красного резинового шарика. Я говорил, что я занимаюсь достаточно узкой и высоко технологичной частью хирургической онкологии. Я несколько раз пытался воспроизвести этот опыт в других странах, в том числе и в России. И у меня это не получалось. Прежде всего, не потому что нет образования или нет оборудования и так далее. Прежде всего, потому что у докторов есть понимание, что они все посмотрят в ГОСТе. Что вот они посмотрят ГОСТ красного резинового шарика и все получится. То есть берется на поверхности, вот мы купим эту машину, мы сделаем примерно так и все получится. При определенных условиях это действительно. При определенном давлении и температуре действительно красный резиновый шарик будет такого объема, как написано в ГОСТе. Но меняется температура и давление, и газ другой. И у вас объем шарика другой. И результат эксперимента совсем другой. Идея понятна, да? То есть на самом деле в простых... И я не говорю, какой метод лучше, какой хуже. Посмотреть ГОСТ это очень быстро и работает в большинстве случаев. Ну, не в большинстве, а в каком-то случае. Но замены того, чтобы пройти все стадии знаний, эксперимента, вычислений, да? Замены этого на самом деле, с моей точки зрения, не существует. И вот именно для этого я бы, в общем-то, советовал изучать основы рационального принятия клинического мышления, например. И которые, в общем-то, полностью базируются на знании эпидемиологии. Полностью. Хорошо. Какие ко мне могут быть вопросы? После того, что я сказал вопросы. Да. Скажите, в какой сфере хирургии вы занимаетесь? Я занимаюсь циторедуктивной хирургией. То есть это 10-12-часовые операции по удалению интерперитениального карцинматоза и внутрибрюшинной химиотерапии. То есть для меня очень важна эпидемиология. То есть ко мне приходит пациент, мне его надо классифицировать, где он, в какой вселенной он находится. Он находится во вселенной четвертой стадии болезни. Я делю из всех эпидемиологии четвертой стадии болезни с карциноматозом. Какой именно он части вселенной принадлежит? Он принадлежит вселенной, скажем, рака желчного пузыря. Я знаю, что вселенная рака желчного пузыря так себе вселенная. Я знаю, что лечения нет, и средняя выживаемость пациентов 3-4 месяца. И мне тут ловить нечего как хирургу. Вот, пожалуйста, самый простейший пример эпидемиологии в применении к очень простому принятию решения. То есть я принимаю решение не просто так, мы не лечим рак желчного пузыря таким-то методом. Это феноменальное мышление. Мы не лечим рак желчного пузыря таким-то методом, потому что вот такая эпидемиология процесса. И, в общем, есть работы, которые эпидемиологическими сложно назвать. Но, в общем, ничего хорошего они не показали. Вот такие вещи. Я, в общем, применяю здание эпидемиологии, общаясь с пациентами тоже. Как вы думаете, как? Ну, во-первых, наверное, вы задаете им какие-то вопросы. Общаясь с пациентами, это же не только общение, вот поговорить, отслеживайте результаты, в том числе и свои деятельности. Так как я понимаю, это должна быть суперселективная высокотехнологичная медицинская помощь. То есть конкретно больному индивидуализация лечения, показан ли не показан ваш метод и насколько он показан. А можно знать, как данные эпидемиологии могут индивидуализировать лечение? Ну, так как я на этот момент понимаю, эпидемиология вообще аккумулирует в себе опыт всех практически мировых, или старается аккумулировать всех мировых исследований, и включает в себя эти данные, анализирует. И, соответственно, то, что вы делаете, делать в другом мире, в другой стране, это все в итоге должно попасть и отразиться на эпидемиологии. И служить направлением для дальнейших каких-то исследований. Я сам буду давать. Я хирург, я сам все люблю делать. А можно маленький вопрос? Я просто, может быть, я неправильно поняла, но вот то, что вы сейчас спрашиваете, имелось в виду с точки зрения, когда врач общается с пациентом, пациент пришел, допустим, на первичный прием, вы собираете анамнез жизни, анамнез заболевания, и имеются определенные исследования, которые уже выявили влияние тех или иных факторов, которые вам говорит пациент, употребление алкоголя, курение, вес, наследственность, на течение болезни, с которой он к вам пришел. Вы в этом плане? Ну, например, например, да. А в чем же заключается тогда ваш эксперимент? Пациент должен знать риски. Риски. То есть риск того, что вы предлагаете. Отлично. А как мы будем знать риски? Как вы бы описали риски? Самый элементарный процент выживаемости, а дальше уже осложнения какие-то. Отлично, отлично. Вот, пожалуйста. Да, конечно. Конечно. То есть если… Вот эксперимент. Если я проведу такое лечение ста человек, ста пациентам, какое количество пациентов получит осложнение, сколько выживет, пять лет и так далее. То есть вот вам эпидемиология. Вот тут эпидемиология. Сложно ее понять? Очень сложно на самом деле. Пациенту очень сложно понять. Это так называемое блондиночное мышление, вероятность встречи… Ну, так называемые, я сказал. А встречи динозавра на улице 50%. То есть вот эти все… Что-что? 50 на 50. Да. По встрече или по не встрече. Ну, да. То есть надо аккуратнее это все делать. Ну, да. Конечно, вот таким способом, общаясь с пациентами, мы применяем эпидемиологию. В общем-то, на самом деле этого не совсем достаточно. Это очень поверхностно, да? И очень… Да, пожалуйста. Скажите, а вы проводите свою деятельность… Я так понимаю, вы в России работаете? Нет, я в Соединенных Штатах Америки работаю. А, вы в США работаете. Скажите, ну, там, наверное, структура организации здравоохранения немного отличается. Да. И поэтому для того, чтобы нам дальше немного понимать, ну, хотелось бы, чтобы вы ввели хотя бы поверхностно в курс, как устроено там здравоохранение, есть ли какие-то протоколы лечения, либо там можно, каждый врач может проводить любое лечение, которое он считает нужным, или какой-то центр, это частный, либо государственный. Хорошо. Я примерно понял вопрос. То есть вопрос, на самом деле, как мы принимаем решение, да, и на основании чего, и есть ли надзирающая законодательная база. Я вам скажу, что когда дело доходит до законодательной базы, то это что-то не так совсем. То есть если когда, да, вот это, там, правовая защищенность доктора, когда до нее доходит, это значит, вы сильно что-то не то делаете. То есть эта сторона меня даже никогда не волнует, потому что я на хорошей стороне, да. Насчет гайдлайн, как по-русски гайдлайн? Рекомендации, да. Как насчет рекомендаций, да? Ну хотя бы всем весело, да. Насчет рекомендаций. Рекомендации есть. Рекомендации только рекомендательного характера. Рекомендации не имеют никакого смысла, никакого. Переводить их на другие языки нет, ну это просто бессмыслица. Если вы не знаете, на основании чего они были сделаны. Да? То есть просто следовать стрелочкам – это божество. Вы должны знать, на каком основании эти стрелочки поставили. И, в общем-то, это очень большая работа, очень. Я вас уверяю, все это делают. От участкового врача до, в общем, человека, который пишет эти НССН или какие там, не знаю, какие рекомендации. То есть вот просто так вот открыть книжку и прочесть, так никто не делает. Я просто рассказываю, я не знаю, как это все происходит в вашем лечебном учреждении. Обсуждая больных, у нас она открыта. Однако все участники обсуждения прекрасно знают, на основании чего поставлена эта стрелочка. Вот. И вот то, что я вам скажу. Можно от них обступать? Конечно. Конечно. И никто тебе ничего не скажет. Ну, насчет нужной я сомневаюсь на самом деле. Можно? Можно. Но ты должен обосновать, опять же, почему ты это сделал. И вот тут знание эпидемиологии, глубокая эпидемиология. А что я имею в виду? Сейчас скажу. Очень важно. Итак, глубокая эпидемиология. Например, не просто посмотрели, какой результат для лечения, а по какому принципу здесь был дизайн-исследование? Это case control study или рандомизированный trial, да? И это имеет огромное значение. Посмотреть критерии отбора пациентов – огромное значение. То есть все эти детали, которые невкусные и мелким шрифтом написаны и нудные, которые в методах, на самом деле это самое то, что вам надо, ну, я бы советовал обратить внимание. Потому что там дискуссия, которую все там любят, или там заключение, которое это просто читать. Действительно так, но к настоящей эпидемиологии это не имеет дела. Это когда у вас совсем, ну, совсем нет времени, вот это можно там прочесть абстракт и так далее. Да, кто-то еще хотел спросить? То есть я бы вам посоветовал. Это очень полезный, очень полезный курс. Просто очень полезный курс. Он очень нудный. Особенно если, не знаю, ну, для хирурга, ну, мне бы что-нибудь руками поделать, да. Тут сидят несколько ординаторов, с которыми мы уже давно занимаемся, вот именно этим рациональным принятием решения. Они, в общем, знают, как на самом деле после 20-го занятия эпидемиология начинает играть другими красками. Вот, и я очень вам советую это дело, потому что если можно практиковать феноменальную медицину, ну, можно, да, в общем, я так понимаю, я за всю Россию не буду говорить, но очень, ну, вот этот съезд, например, в основном это феноменальная медицина, да, нам надо лечить так-то, 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 и тогда, в общем, все будут довольны. Вот. Но я вам скажу, что новые вещи, быть на самом уровне хорошем, без эпидемиологии, ну, никак. Без рационального принятия решения на этом уровне никак. И, в общем, у меня такое призывное такое выступление больше, да, без слайдов, без всего, потому что я правда хочу оставить какое-то достаточно, ну, не яркое, ну, какое-нибудь хотя бы необычное впечатление, да, необычное впечатление об вот этой нудной теме, что на самом деле этим стоит заниматься, и этим стоит заниматься, я занимаюсь этим несколько раз в час, да, принимая решения, разговаривая с больным, обсуждая больного там с коллегами, например. То есть это постоянно, это не… Ну, мы будем лечить вот так, такого, в общем, нет. Я вам скажу, это ни в Германии нет, ни в Японии нет, немного где в других местах нет. И я бы очень посоветовал бы попробовать научиться вот такому методу клинического мышления, и это будет здорово, это просто очень приятно, это приятно, забавно и просто здорово. Вот. А какими библиотеками обзоров вы пользуетесь? Библиотеками обзоров? Up-to-date в основном. Но на самом деле обзорами я не пользуюсь, потому что, ну, в той области, которой я занимаюсь, я, в общем, сам пишу обзор, и мне обзора не надо. А часто все-таки имеет смысл прочесть несколько статей таких знаковых быстро, чем читать чей-то обзор. Ну, это мое личное мнение. Имеется в виду бумажные носители? А, бумажные носители. Или в электронном виде. Если в электронном виде, то где? Ну, я не знаю. Я обычно подмет набираю, ну, или up-to-date. Да, электронный up-to-date. Вот, ну, обычно, если честно сказать, совсем честно сказать, то я пишу библиотекарю запрос, и он мне подбирает статьи. У меня просто не совсем много времени. И вот так. Скажите, пожалуйста, ну, вот, что вы рекомендовали для начального ознакомления и с абитаминологией? Вот какие, может быть, какие-то базовые, знаете, вот есть базовый какой-то набор, что можно прочитать, чтобы в дальнейшем как-то пытаться в это вникать, вникать и вникать. Да, я вам серьезно рекомендую начать научную работу самим. То есть вот завтра, даже сегодня вечером. Лучше этого нет ничего. Никто не придумал. И если вы начнете научную работу, то вы станете задавать правильные вопросы. Вы станете задавать правильные вопросы, вы мгновенно найдете правильную информацию. Мгновенно. Такого, чтобы вы прочли учебник и были готовы к написанию там или статьи, или правильного, такого нет. Я вас уверяю. Я курс по статистике, знаете, сколько проходил? И забывал через две недели после того, как напишу статью. К сожалению. Ну, не знаю. Ну, вот такие мозги у меня. Я думаю, что это не уникальный случай, кстати. Вот. Так что, пока вы делаете эту работу, вы будете помнить точно. Там книжку открыть, там лекцию послушать. Это одна из самых бесполезнейших методов обучения. Это лучше, чем ничего. Не поймите, мне неправильно. Но это для настоящего образования это бесполезно. Это, кстати, не мое мнение только. Я региургитирую это все с более умных людей, чем я. Еще какие-нибудь вопросы? У нас, видимо, еще есть время, да? Да, время порно. А, порно. Да, можно тоже. Слышно? Да. Я недавно читала ваше интервью. По-моему, это было интервью. Очень интересно. Да. Всем коллективам диспансера нашего. О, я разменяю. На утренние конференции. Было очень интересно посмотреть на обучение персонала. Именно с точки зрения. Спасибо. Вот интересно. Ну, сотрудники, онкологи. У вас штат, наверное, большой в вашей больнице. Они сами занимаются самообразованием? Или вы тоже со своей стороны проводите какие-то вот обзоры обобщения? Понятно. Да. Обзоры обобщения. Я вам так скажу, что в Америке потрясающая индустрия образования. Настолько потрясающая, что если вы в нее вошли, то вы выйдете совсем готовым продуктом. С формировавшимися привычками и понятиями, и вы сами будете идти по тому направлению, которое вам задали. Вот у меня такое было впечатление. Поэтому, в общем, никого заставлять самоусовершенствоваться, в общем-то, не надо. Это во-первых. Во-вторых, есть много, очень много факторов давления на тебя, чтобы ты был в курсе последней литературы. Я практикую в Балтиморе. Это город перенаселен медицинский, просто один лучше другого. Там таких молодых, красивых, там улица. То есть, если я этого не сделаю, тут же через 10 минут найдется кто-нибудь, что он сделает гораздо лучше, чем я. То есть, у меня на этот счет иллюзий нет никаких. И, в общем, ни у кого, кто работает, у нас в центре нет никакой иллюзии. Ну, на самом деле, я не думаю, что они об этом думают, и я об этом думаю. Это просто нас так воспитали. Как воспитали учить, например. Вот то, что я занимаюсь преподавательской деятельностью, это нас так научили. Нас научили быть, там, лидерами в, там, в онкологии, например. То есть... Я думаю, что это исключительно большая часть, большая часть продуктов... So, therefore, I think that's how people were brought up. They want to continuously improve and get new knowledge. And I want to replicate it here. Ничего не печально. Ничего не печально. Извините, что я подслушал. Совершенно ничего не печально. На самом деле, это просто. Потому что для этого не нужна никакая технология высокая. В общем, денег не очень нужно. Этим именно надо заниматься в кризис. Потому что, когда всего много, в общем, хочется заниматься всем другим, да? Всем остальным. Времени есть. То есть, это совершенно печально. То есть, это именно то, во что надо вкладывать, по-моему, сейчас деньги, силу и вообще, что есть. У меня в таком случае... Во-первых, большое спасибо. Интересная тема на самом деле. Дело в том, что я химиотерапевт и очень часто сталкиваюсь с канцероматозом. Для меня это такая вот тема душераздирающая. В связи с этим у меня вот к вам вопрос. На самом деле, очень мало литературы по хирургическому лечению канцероматоза вообще. В свое время я перелопатила очень много литературы. И я знаю, что это такое. Не мне вам говорить. Меня вот интересует, а где же вот в вашем деле эксперимент? Вы сейчас нам предлагаете принимать решение на основании чьих-то исследований, на основании этого, и не двигаться от этого, потому что мы, по идее, уже знаем, чем это закончилось у других. Не совсем. Спасибо. Я все понял. Отличный вопрос. И, во-первых, я, видимо, не совсем точно выразился. С карациноматозом я скажу так, что, во-первых, когда я читаю лекцию по карациноматозу, я показываю слайд, на котором вот такой экспоненциальный рост литературы по этому поводу. Так что я не совсем согласен, что нет травм. Более того, сейчас в Европе ведется как минимум 5 рандомизированных клинических исследований. Даже в нашей маленькой больничке ведется рандомизированное исследование по цитроэдукции при раке яичника. Так что я здесь не совсем согласен. Ну и литература, не вся доказательная медицина, литература хорошего качества, и не все они должны быть рандомизированными исследованиями. Далеко не все. С рандомизированными исследованиями свои проблемы, как вы, наверное, знаете. А с хирургическими рандомизированные еще больше проблем, чем с другими. То есть там деталей много. Данные есть, кстати. Так, два вопроса. Если данные по карациноматозу есть и много, не в русскоязычной литературе, но в англоязычном полно, делать ли нам эксперименты, к эксперименту надо готовиться. И ты должен заранее знать, какой ты ожидаешь результат. Как пишется научная работа. Ты заранее хочешь, ты знаешь тему, ты думаешь, что вот при таких-то условиях, у тебя есть теория, да, по Фрейману, у тебя есть теория, у тебя ты делаешь предсказания, и ты скажешь, вот если такой-то эксперимент поставить, будет такой-то результат. А теперь посмотрим. То есть мы не просто делаем, а вот если я сделаю хайпеку рак поджелудочной железы, и у меня будет 20-летняя выживаемость там. Конечно, это безумный совершенно подход. То есть на основании данных, данные есть всегда, да, ну или best guess, что называется, ты делаешь резонные предсказания твоего эксперимента. И в принципе каждый раз, когда мы проводим лечение, да, у нас есть разумное предсказание, что из этого может получиться. Феноменально было бы, мы тебе дадим лекарство, и ты выздоровеешь. Такого не бывает, особенно в онкологии. Мы даем лекарство при таких-то условиях, таком-то контингенту пациентов, и мы ожидаем, что выход будет вот такой. Вот это вот доказательная медицина, и вот вам эпидемиология. Пожалуйста. У меня закончилось время, наверное, да? Нет, еще пока есть. Еще нет? Мы еще можем, да, ответить. А у вас есть опыт работы в России, чтобы можно было сравнить? У меня, я здесь несколько раз проводил операции. Я не знаю, резонно ли сравнивать. И, соответственно, я часто общаюсь с коллегами, достаточно часто общаюсь с коллегами. И, соответственно, знаю чуть-чуть через ординаторов, что происходит. То есть мое сравнение, ну, совсем не правильно, не совсем. Ну и помню, что было 20 лет назад, когда я заканчивал ординатуру, да? По-моему, мало чего изменилось, но вот, да. То есть есть сравнение, есть. И, ну вот, если это сравнение, вы меня спрашиваете по поводу этой темы, там, эпидемиологии, то, скажем, хирурги слишком высоко летают, чтобы вообще думать об эпидемиологии, да? Они жизнь спасают. Вот. И все умные люди, которые занимаются эпидемиологией, и там, например, вот я немножко посмотрел, что там, на секции по скринингу, да? Эпидемиологи никакого отношения к практической медицине не имеют. То есть их не замечают просто. Это, ну, не знаю, это мое мнение или так и есть? То есть хирурги жизнь спасают, эпидемиологи о высоких материях рассуждают. Вот это мое мнение. Вот, я не знаю, правильно или нет. Можно? Здесь, понимаете, как, если человек обращает внимание, занимается эпидемиологией, то, скорее всего, он должен внести свою лепту в это. То есть он себя, наверное, почувствует обязанным представить свои данные, дополнить чем-то. Да. А в России это, наверное, рутина, когда у тебя на это просто времени не хватает. Я вам скажу, что у меня времени вообще нет. То есть я не знаю, почему у меня есть время. Я тоже, в общем, я тоже зарабатываю деньги. То есть чем больше я буду оперировать, тем больше… Рутина тут ни в причем, по-моему. Ну, я не знаю, я не могу давать советы, потому что я не знаю, как… У нас есть другие вещи. Это, на самом деле, разговоры в пользу бедных, по-моему. Везде проблемы есть. Проблемы есть везде. Но я действительно не знаю, как сделать всех счастливыми или как… Я сделаю, что могу. Ну, вот о чем речь-то было. Я уже запомнился. Жек выбил все. Да, Жек выбил все, да. То есть взаимоотдача в эпидемиологию? Взаимоотдача в эпидемиологию. Я считаю эпидемиологов самыми образованными и потрясающими биологами. Просто у меня иногда случаются дома обеды, когда из NIH приходят люди с настоящим, как я говорю, образованием. Это безумно здорово. Они видят мир просто в другом цвете, цифрами. Вот у меня супруга также. Она видит мир формулами. То есть я не расскажу, что такое скрининг, она уже все прочитала. Она говорит, вот здесь у вас не будет работы, потому что очень большой контроль качества, проблема с контролем качества вот здесь. То есть люди вот такого уровня мышления, мне просто неудобно там. Я там сижу, водку пью в уголке, потому что мне нечего сказать. Я их очень уважаю. И на самом деле они здорово структурируют мои мозги. Вот такие разговоры очень. Но это, понимаете, я совсем не, как вы видите, не эпидемиолог. Моя задача была показать, что и в моей ограниченной жизни хирурга есть большое, во-первых, уважение, во-вторых, место для эпидемиологии каждый день. Просто каждый день. Я считаю, такие курсы суперполезные. И более того, не курсы даже суперполезные, а отношение к этому предмету – это вот живая биология. Это вот биология в действии, это эволюция, что хотите. И которую не следует забывать за рутиной, за ЖЭКом и за всеми остальными. ЖЭК тоже можно как-нибудь эпидемиологически охарактеризовать, скорее всего. – Скажите, пожалуйста, из какого вы центра в Балтиморе? Дело в том, что недавно там был у нас в съезде Американской ассоциации таракальных хирургов. Поэтому мне вот интересно еще раз, ну, ваша лекция подтверждает то, что мир тесен. То есть я недавно только оттуда приехал. – Вы, наверное, совсем не заметили даже наш центр, потому что мы между двумя гигантами – Джонс Хапкинс и Университет Мэриланд – это огромные, две большие больницы, а мы вот сжаты. – А как называется центр? – Мерси Мириклсен. Частная больница должна найти свою нишу, опять же, эпидемиологическую нишу, в городе, переполненном медицинскими услугами. Эпидемиология просто, если ее не будет жнать, центр разорится мгновенно. То есть надо найти тот сегмент пациентов, чтобы твой бизнес был успешным. Иначе просто конкуренции никакой. Там Мамонт, 2000 коек, Джонс Хапкинс, сравните с 140 у нас. Так что, опять же, без эпидемиологии никак. – Особенно интересно, что у вас частный центр, поэтому у меня два вопроса возникают. Почему частный центр занимается циторедуктивной хирургией? Ведь это не очень экономически выгодно, на взгляд обывателя. Скажем так, это первый вопрос. А второй вопрос, как вы пришли именно в циторедуктивную хирургию? Скорее всего, из абдоминальной хирургии или абдоминальной онкохирургии? – Хорошо. Ответ номер один. Как мы выживаем экономически? Это действительно так. Циторедуктивная хирургия для меня экономически очень невыгодна. Если честно, я набираю все щитовидками и меланомами. То есть мне два дня вот этой мелочевки окупают то, что я целый день трачу. Целый день и потом еще две недели ухода и все такое. Вот если вас интересует экономическое. То есть находим, балансируем. Просто так случилось, что в резинтуре я был вместе с основателем этого движения, Полом Шугарбекером. И потом, когда… Ну это как-то накладывает отпечаток. И пошел там в феллешип. И это… О, это был Шугарбекером. Давай сделаем. Давай ты будешь нам расскажешь, как делать циторедукцию. Я говорю, не хочу я эту циторедукцию. Ну и как-то потом пошел работать. И опять циторедукция. Ну как-то сдался после этого. Вот. Ну так случилось. Это случайно на самом деле. Я не жалею, не то, что я обжалею, но это более-менее случайный выбор. Ну вот так. Экономика такая, да. А вы эти мистериумы, пребры, оперируете в своем центре? Да. Думаю, что я к вам подойду после. Уже. Лекция, да, чтобы не забивать эфир частыми. Хорошо. Хорошо. Да, еще есть. Вот какой чаще всего дизайн-то у вас оформления исследований? Дизайн на исследовании? Скажем, в циторедуктивной хирургии, к сожалению, это кейс-контурное исследование, ретроспективное. Соответственно, там много с этим проблем. Данные собираем проспективно тоже. Если вы хотите сделать самый большой вклад... Извините, как, перестань меня смешить. Если вы хотите сделать самый большой вклад в научную деятельность вашего практического онкологического центра, первое, что вам я бы посоветовал сделать, это базу данных, начать базу данных для какого-то заболевания или группы заболеваний. И правильно сконструированная база данных – это залог того, что вы обернуться не успеете. Как, да, ну чтобы ее кто-то заполнял. Один человек, кстати, один человек. То есть нанять специально обученного человека, чтобы... Это у вас будет ресурс на всю оставшуюся карьеру. Просто это будет замечательно. Вот это основа, скажем, основа нашего убогого научной работы. Потом, когда появляются хорошие идеи, это кейс-контрол, старец. И вот венцом нашего, опять же, ограниченного опыта – это вот рандомизированное исследование, которое мы открыли два года назад. Просто так начать рандомизированное исследование в среди поля у вас не получится точно. Не то, что я хочу вас огорчить, а просто это реальность. Но, скажем, вот такой подход... Я, честно, не знаю, какой у меня там фактор цитирования или чего-нибудь еще. Но, по-моему, мы печатаемся в очень неплохих журналах, которые мы, в общем, читаем и уважаем в своих журналах. Вот, кстати, вопрос был, в каких журналах печататься. Которые вы читаете? Которые вы читаете и которые вы знаете публику, что она любит? Вот, вот, к вопросу. Вот, то есть те журнальные, которые мы читаем, вот для них наш опыт приемлем. Да? С этическим комитетом обстоят дела, что он есть, и тут пишешь запрос. Я не член этического комитета, я ничего не скажу могу, я просто подаю это, и не принимают или не принимают, и говорят, что нам надо исправить. И в разных странах, наверное, разные, даже в разных больницах разные этические комитеты, я не думаю, что это будет какая-то проблема. Продолжение следует... Да, штуковина такая. Суть в том, что оперировать и лечить тех больных, которые выживают 5 лет и больше. Скажем, у меня гораздо больше пациентов, в десятки раз, ну не в десятки, раз в семь, наверное, больше пациентов, выживших после перитонального карцематоза, чем после лечения рака поджелудочной железы, это во-первых. А во-вторых, не все пациенты с перитональным карцематозом нуждаются в операции, мы чуть-чуть об этом говорили, да, по эпидемиологии процесса, да, по отбору, по критериям отбора пациентов. Откуда я черпаю, не знаю, бегаешь по утрам, там, вечером... Кстати, есть, да, есть эпидемиологические исследования по поводу пользы бега по утрам, и это действительно работает. Возможно. Я просто не выстаю больше, если я не буду, то я не выстаю. И потом, когда бегаешь, это твое время, никто тебя не трогает. Но это, Белыч, я не знаю, откуда, я не знаю, никогда не думал. Вот в ту же тему вопрос. То есть, я так понимаю, что он спрашивает вас о профессиональном выгорании. То есть, пользуетесь вы услугами, допустим, там, психотерапевта или что-то еще? Вы знаете, это очень, на самом деле, очень хороший вопрос. Я чуть-чуть об этом буду говорить завтра. Около в 11 часов. Ты не помнишь, во сколько? В 11.30. У нас лекция по обучению, по нашему обучающему проекту в Питере. И вторая лекция по общению с пациентом, и в том числе про выгорание. Коротко, если ответить, то мне было очень трудно, пока я не структурировал свои взаимоотношения с пациентом. То есть, я не узнал, как… Это обучаемый навык. Это, во-первых, обучаемый, тестируемый навык. И принципы этого общения… Вот я просто не хочу… Это другая совсем тема. Но, в принципе, если все профессионально делать, я так думаю, и, в общем, эпидемиологические исследования это подтверждают, что работу можно делать, и даже эмоциональную часть работы делать очень структурно. И это мне очень помогает. Потому что постоянно заботиться о счастье человечества – это невозможно. То есть, это как-то я разбил на структуру, и вот здесь я забочусь, а вот здесь вот… И забочусь вот по такому плану. Вот это очень помогает. Продолжение следует...